В этом видео я решил поделиться одним из интереснейших комментариев под статьей в моем блоге сантехническом на сайте. Ссылка в описании, если вы еще не знаете о его существовании. Я просто этот комментарий сейчас зачитаю. Значит, о чем статья? Статья называется, ну или пост, кому как удобнее публикация. Что делать, если забился унитаз? Суть этого метода заключается в следующем. Если у вас, например, забился унитаз и поверху плавает все это содержимое, то, что там должно уходить в него внутрь, то вам необходимо взять пакеты, пробки, затычки, мокрую вату, заткнуть все сифоны, то есть все сливы, которые есть у вас в квартире или в доме. Раковина, ванна, что там еще может быть. Далее вам нужна палка какая-нибудь, метр два какая есть. Обычно швабра, может быть еще что-нибудь, штатив может подойти. Намотать на него тряпку, полотенце или тряпку большую. Сделать из него такой факел. Намочить все это дело. А самое главное к черенку это закрепить так, чтобы оно не ушло туда вместе с этим водой. Это будет очень печально, если оно там застрянет окончательно. Придется просто унитаз потом снимать и доставать все руками. Привязывайте, как-то наматывайте, либо фиксируйте рукой. Мочите этот факел. Заталкивайте в это содержимое. И резкими движениями туда и обратно. И так вот туда-сюда пару раз и все. Обычно это прокатывает с первого раза и все это проходит. Работает это лучше, чем вантус. И особенно актуально, если вантуса вообще нет в квартире. Вантус плохо то, что у него ручка короткая и он не всегда подходит. Да, единственное, что если вы будете делать это с кошачьим наполнителем, если вы высыпали туда кошачий наполнитель и у вас забился унитаз. Единственное правильное решение, которое вы можете принять это взять перчатку длинную, либо без перчатки и руками выгребать то, что вы там насыпали. Потому что последствия могут быть куда более печальными, если вы это будете пробивать дальше. Ну а теперь сам комментарий. Я его заучивать не стал, поэтому я его просто зачитаю с бумажки. Ну вот распечатал и вот он у меня тут перед глазами. Три дня муж возился с туалетом, матерился, деловито пихал в унитаз разные проволочки и палочки. Разбирал и собирал гофру, сломал хомут, все бежало и текло. Эти дни, извините, в унитазе болталось оно и издавало чудный запах на всю квартиру. В туалет мы ходили в ведерко, но от этого была и маленькая польза. За это время я старалась меньше есть и похудела на полтора килограмма. На все мои робкие предложения вызвать сантехника муж орал, что он не какой-то там дебил, чтобы вызывать сантехника и платить ему деньги. Что он мужик и сделает все сам. Просто необходимо докупить каких-то материалов и морально настроиться. И наша семья еще пару дней ходила в ведерко. Затем мужа отправили в командировку и накануне он деловито сказал, что ему некогда, поэтому стоит вызвать сантехника. Наверное сам соскучился по чистому унитазу или боялся, что мне придется вызвать сантехника в его отсутствие. Нам, как обычно, очень повезло. Единственный сантехник, который мог к нам прийти в этот день, отмечал свой день рождения. И пришел к нам пьяный, как сопля. Он тоже деловито ковырял унитаз, матерился, выплеснул всю так называемую гущу на пол, пару раз упал, размотал по всей квартире трос, с которого все это стекало, утоптал всю квартиру, сказал, что все хорошо, взял деньги, забыл трос и ушел. Я со страхом заглянула в унитаз, а там было оно. Причем почему-то в два раза больше. Я спросил у мужа, что это? Он дал мне понять, что мы глупые женщины и ничего не понимаем в мужских делах. Я еще захотела, чтобы говно, которое стояло неделю, за один раз ушло. Оно будет уходить постепенно, по мере своего растворения. Я почувствовала себя полной дурой, а он с чувством выполненного долга уехал. Мы остались с сыном вдвоем и уставшие за день уснули. На утро я встала и первым делом пошла посмотреть, растворилась или не растворилась. Но это чудо, как и прежде, заполняла туалет, только по-моему еще и бродить начала. Я села на диван, расплакалась и стала искать в интернете советы. Случайно набрела на ваш сайт. Нашла метровую палку, намотала старую кофту, замотала скотчем. 12-летний сын плотно держал место соединения гофры и унитаза, потому что проволочка, которую муж заменил хомут, сломалась. Все сливы раковины и ванной я плотно залепила мокрой ватой, чтобы у воздуха даже помыслов не было сорвать мою спецоперацию. И мы начали действовать. Первые три движения дали свой результат. Я не делала их очень резкими, потому что унитаз, как и у настоящего оптимиста, был наполовину полон. Легкими, но уверенными движениями, как вантусом, я гоняла содержимое. Потихоньку все стало уходить. Я двигала факелом туда-сюда, извините, немного эротично получается, но как по-другому написать, я не знаю. Параллельно сливала водой из бачка, вода немного еще поднималась. Когда вода в унитазе стала прозрачная, а тряпка на палке чистая, я налила два ведра теплой воды, вылила в них бутылку белизны за 15 рублей и еще раз пролила унитаз, двигая рейкой с тряпкой. И вдруг, ура, прозвучал радостный для меня звук. Могу сравнить его с откупориванием шампанского. Кстати, оно производит такое же радостное и праздничное ощущение. Когда все манипуляции с чисткой унитаза закончились, я села и опять расплакалась, но уже от счастья. Никогда бы не подумала, что простой туалет может сделать меня счастливой. Потом я целый день намывала мой родненький, миленький туалетик с щетками, всякими хлорками, вкусными гелями. Мыли с ребенком квартиру и перестирывали все белье в шкафах. Потому что за эти дни в доме пропахло абсолютно все. Выкинули трос, за которым так никто и не пришел. В общем, спасибо большое. Желаю вам огромной удачи во всем. Пусть у вас все получается так же легко, как помогать людям. Муж придет. Наверное, чтобы не ущемлять его самолюбие, ничего не буду объяснять. Пусть думает, что оно растворилось. А я хожу, подумаю, что в следующую его поездку надо отремонтировать кран и вставить лампочки в навесной потолок, который мы не можем уже как полгода сделать. По скриптум. Забыла сказать, что когда я все прочистила в прозрачном воде на дне унитаза, я увидел пластмассовый освежитель для унитаза с шариками. Который, видимо, упал, забил туалет на неделю, а потом за счет вакуумных движений туда-сюда вернулся назад. Одела перчатки и достала причину моих невзгод. И еще. Во время всех этих перепятий я, видимо, получила психологическую травму. Потому что за чем-то каждые 20 минут и как маньяк тихонько захожу в туалет и с опаской наблюдаю, не появилось ли оно. А вот такой вот комментарий. На этом все. С вами был Артем. Пока.